Всем привет! Сегодня сводка новостей Турции и туризма во всем мире за прошедшую неделю марта. Вы на канале Турки Спейс, я Олеся. Я Владимир. Погнали! И первая новость. Уже вот сейчас, с 1 апреля, снизили стоимость электроэнергии на 15% во всей Турции и газа на 20% для промышленных организаций. Об этом ранее заявил президент Турции Эрдоган на заседании парламентской группы. Но пресс только настал. Придет квитанция. В мае увидим. В должность депутата в Кемалийской партии вступила женщина в хиджабе армянского происхождения Фатмая Вуз, которая покинула Дианет и поддерживает ЛГБТ. Для Турции, скажу я вам, это целое событие. Ну и новость, в которой вся Турция. Власти Турции никак не могут договориться друг с другом даже на уровне принятия единых решений. Так, 28 марта 2023 года было забланировано повышение цен на телефоны, привозимых в Турцию. Путем повышения стоимости таможенных пошлин на смартфоны с 200 до 350 долларов. И планировалось, что в соответствии с новым положением, если стоимость мобильного телефона, возимого без уплаты налогов, составляет около 3800 турецких лир, то с 28 марта она должна была подорожать как минимум на 2500 турецких лир. А с учетом всех налогов и роста цены, то этот смартфон должен стоить 10500 лир. И таким образом, с 28 марта даже самый дешевый смартфон Турции нельзя будет купить за минимальную зарплату. Но! 29 марта вдруг передумали и повышение таможенной пошлины на мобилы до 350 долларов отменили. Может выборы, а может рандом. Ну, что-то мне подсказывает, что эта мера лишь отложенная. Поэтому, кто планирует покупку телефона в Турции, лучше сделать это прямо сейчас. Официально Райфайзенбанк продаст российское подразделение или выведет его из структуры группы. О сокращении бизнес-активности банка в России заявил Йоханн Штробль на годовом общем собрании акционеров. А с 3 апреля вновь ужесточит условия валютных переводов для частных клиентов. По новым условиям, исходящие переводы в доллар к США в другие банки смогут осуществлять только клиенты с пакетами услуг премиальной или премиальной 5, подключенными до 28 февраля 2023 года включительно, а также клиенты Фридрих Вильхельм в Райфайзен. Поэтому сейчас пойти и успеть подключить уже не получится. Первый российский банк за границей, НТС-банк, больше не сможет работать в Арабских Эмиратах. Центробанк ОАЭ решил аннулировать лицензию НТС-банка в стране. У попавшего под санкции США и Великобритании отечественного банка есть 6 месяцев, чтобы свернуть операции в арабской стране и закрыть там свой филиал. Следующие полгода до своей ликвидации филиал НТС-банка в Абудабе не сможет открывать новые счета и проводить операции, кроме погашения ранее взятых обязательств. Ну что ж, никто не хочет на дно. Новости разных стран. На Кубе откроют супермаркет с российскими товарами и построят отель для россиян. Речь идет о создании так называемого «Русмаркета» – совместного предприятия с кубинской государственной корпорацией «Цимекс». Ассортимент будет обычным для супермаркета – пищевая продукция, бытовая химия и так дальше. Интересное решение, конечно. Ну, посмотрим, может быть, товары в «Русмаркете» россиянам придутся по душе. Правительство Вануату ввело новую опцию получения гражданства за инвестиции. Инвесторы, желающие получить гражданство в Вануату, теперь могут покупать государственные облигации, номинированные в австралийских долларах, с различными сроками погашения. Чем больше срок погашения, тем ниже порог входа. Минимальная сумма вложений в государственные облигации составит 150 тысяч австралийских долларов. Ну что, теперь для богачей открылась новая дверь? Новости Азии. Ура! Первая новость в этом блоке положительная. Вьетнам продлил сроки безвизового пребывания для россиян, белорусов и ряда других стран с 15 до 45 дней. А срок пребывания по онлайн-визе с 30 до 90 дней. Об этом сообщает портал Vietnam News. Отличная новость, я тебе скажу. Но вот в Таиланде новости не такие приятные. Кабинет министров Таиланда до сих пор не принял решение о продлении 45-дневного безвизового решимого пребывания для туристов из 64 стран. В том числе и из России, сообщает Тагер. Управление по туризму Таиланда предлагало продлить визовое послабление еще в январе. Однако решение не было принято. И теперь действие этих мер закончилось уже 31 марта. Портал пишет, что кабинет министров собирается по вторникам. Поэтому, возможно, решение будет принято на следующей неделе. Или, возможно, решение было принято, но еще просто не объявлено. Вероятно, решение о продлении будет принято уже в апреле. На данный момент также до конца неизвестно. Безвизовое пребывание для туристов будет действовать 30 или 45 дней. Ну да, в Таиланде все не так просто не только в плане законов. Также он еще продолжает выдворять иностранцев из своей страны. На Пхукете за март иностранцам выдали 6 карточек за нарушение закона и условий безвизового режима, сообщает Пхукет Экспресс. Со ссылкой на иммиграционную службу. С 1 по 15 марта желтые карточки получили четверо иностранцев, двое французов, украинец и швед. А красные карточки получили граждане Швеции и Франции. Их визы аннулировали, а их самих депортировали. По данным иммиграционной службы, дела заведены на 181 иностранца, среди них русские, французы, жители Мьянмы и Камбоджи. Чаще всего это вождение в нетрезвом виде, нарушение срока пребывания, нелегальный въезд или работа на острове без разрешения. Ранее о системе карточек на Пхукете еще в начале марта писали местные СМИ. Но замглавы туристического управления Таиланда позже заявил, что ничего подобного в королевстве не действует. Как пишет издание Пхукета-экспресс, система в настоящее время работает в тестовом варианте только на Пхукете. И в случае успеха ее могут внедрить в Паттайи, Чингмайе и на острове Самуи. Вот такие вот дела теперь, как в футболе, то желтая, то красная карточка. А что же там на излюбленном острове россиян и украинцев? Это я про Бали. А на Бали с 19 по 25 марта полиция провела рейд против нарушителей ПДД. Выписаны штрафы 43 иностранцев, среди которых 17 россиян, сообщают местные СМИ. По данным полиции Денпасара, 37 иностранцев получили штрафы за езду без шлема, 4 за отсутствие номеров на транспортном средстве и 2 за неукомплектованность транспорта. Ну и власти Индонезии совсем решили идти во банк и обсуждают вопрос отмены визы по прибытии для россиян и украинцев. Такое предложение губернатор Бали вынес на рассмотрение ведомственным министерством. Цитата министра юстиции и прав человека Индонезии. «Это то, что мы созовем позже и вместе решим. Это еще не решено в настоящее время. Я также встречался с ними, правительством России и Украины, и они также спрашивали об этом». По словам губернатора Бали, такое предложение он выдвинул после многочисленных сообщений и жалоб на российских и украинских туристов, злоупотребляющих своими туристическими визами. Ну и напоследок из новостей с острова Бали. Россия и Индонезия подписали договор об экстрадиции. «Это существенный шаг для нас в деле борьбы с трансграничной преступностью, защиты жертв преступлений и восстановления справедливости и безопасности», заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко. Видимо, так они себе представляют безопасность. Напомню, что ранее такой же договор был подписан между РФ и Таиландом. Ну вот, два острова уже не выглядят безопасной гаванью, какими были годами. Кто следующий? Ну и какие же новости в Азии без новостей Китая? Что же там происходит в Китае? А происходит там следующее. Власти Китая с 31 марта разрешили въезд в страну иностранным туристическим группам, сообщает Министерство культуры и туризма КНР. Китай открыл свои двери туристам после долгой ковидной борьбы. Так что, видимо, скоро улицы Китая наполнятся русской речью. Тем более, что записаться к консулу на получение визы уже на полгода вперед нельзя. Все места заняты. Появилась еще одна страна, которая создала условия для длительного пребывания в стране. Египет вводит для туристов пятилетнюю визу. Также Египет расширяет список стран, кому будет доступна туристическая виза по прибытии. Стоимость новой долгосрочной визы также названа. Туристу она обойдется в 700 долларов. Однократная 30-дневная виза по прибытии теперь может быть получена более чем 180 странами за 25 долларов. Ну что, го, в Египет! Видимо, скоро у россиян появится из новых направлений не только Египет, но еще и Мьянма. Посольство России в Мьянме оказывает содействие для скорейшего запуска авиасообщений между двумя странами, сообщили ТАСМДИ в представительстве. Отвечаем, что вопрос открытия воздушных перевозок прорабатывается с мьянскими властями на высоком уровне. Посольство оказывает содействие всем заинтересованным сторонам для скорейшего запуска авиаперелетов. Считаем, что открытие прямого воздушного сообщения позволит увеличить поток российских туристов в Мьянму в условиях действующего безвизового режима для граждан РФ, сказали в посольстве. Ну, кто был в Мьянме? Мы были. Там такая крутая ферма слонов, но кто не был, получит возможность посмотреть на эту крутую ферму. Но судя по подготовке к летнему сезону в разных странах, россияне это лето решили провести в Абхазии. Абхазия в 2023 году планирует принять более полутора миллионов туристов из России, рассказал министр туризма Абхазии Теймур Асхишба на встрече с российскими журналистами. По словам министра, зафиксировано на 30% больше бронирования весенних туров, чем годом ранее, а в июне ожидают на 50% больше гостей, чем за аналогичный период 2022 года. Также Хишба заявил, что подготовка к открытию Сухумского аэропорта, который разгрузит наземный КПП, начнется в 2024 году. Кроме того, российская сторона может вложить около 4,9 миллиардов рублей в реконструкцию действующего погранпункта на реке Псоу, чтобы расширить турпоток. Однако сроки проекта пока не ясны. А вы как относитесь к отдыху в Абхазии? Напиши в комментариях свое мнение, очень интересно. Еще одна страна помимо Китая сняла все ковидные ограничения. Азербайджан с 28 марта принимает всех туристов на самолетах. Постановление об этом подписал премьер-министр Али Асадов. С 6 утра 28 марта все иностранцы могут въезжать и выезжать из страны воздушным транспортом. Для въезда не потребуется сертификат о вакцинации или наличии иммунитета. Также сертификат не будет нужен для междугородних поездок, посещений гостиниц, заведений общепита, торговых центров и спортзалов, заявил он. Возможно, Азербайджан станет новым хабом. Ну или все же таки нет. Ну что, перейдем к новостям из европейского мира. Румыния присоединится к шенгенской зоне в 2023 году. То есть уже в этом году. Страна соответствует всем критериям и готова для вступления в шенген уже в этом году. Об этом заявил глава ЕС Шарль Мишель. Он отметил, что Европейский Союз будет более защищен с Румынией и Болгарией в шенгенской зоне. Поэтому нужно работать очень напряженно, чтобы такую цель реализовать. А пока Румыния готовится, тем временем Хорватия 26 марта уже стала полноправным членом шенгенской зоны. Теперь проводить проверку документов при перелете в Хорватию из других стран Шенгена больше не будут. Все рейсы внутри шенгенской зоны будут считаться внутренними. Латвия. Латвия будет принудительно депортировать россиян, не сдавших латышский язык. Граждане РФ, планирующие продлить ВНЖ, должны сдавать экзамен по госязыку. Лица, не справившиеся задачей, обязаны покинуть страну добровольно. В противном случае власти Латвии будут насильно доставлять россиян к сухопутным погранпереходам. Если Россия не примет граждан, то они будут доставлены в другие страны. Прибалтика явно намерена действовать, а не только выражать свою озабоченность. А пока Прибалтика защищается от российских мигрантов, Германия приняла решение упростить иммиграционные правила, чтобы поддержать быстро сокращающуюся рабочую силу. Новый законопроект позволит получить гражданство после пяти лет проживания в стране вместо предыдущих восьми. А иностранцы, которые овладеют немецким языком, смогут подать заявление на оформление уже через три года. Кроме того, будет снят запрет на двойное гражданство. Это касается стран, не входящих в Евросоюз. А в Аргентине власти попали в затруднительное положение. Миграционные власти Аргентины стали отказывать гражданам РФ в продлении туристического пребывания, а также начали выдавать требования покинуть страну в течение 15 суток. За невыполнение требований можно получить ордер на вытворение страны. Напомню, что Аргентина и Россия договорились о безвизе в 2009 году. И в соглашение не входит возможность продления туристического срока пребывания. Но, несмотря на это, с 24 февраля 2022 года миграционная служба Аргентины часто разрешала россиянам находиться в стране гораздо больше 90 суток. Однако, согласно заявлению консульства РФ, россияне могут оставаться в стране при отказе в продлении визы. Для этого россиянам следует обжаловать отказ Аргентины о продлении виз в суде. По словам экспертов, обжалование решения уже само по себе дает возможность гражданам РФ находиться в стране на законных основаниях. Процесс может занять от двух до четырех лет. Ну что, посмотрим, воспользуются ли советом желающие остаться в стране. Черногория тем временем также усложняет условия пребывания для россиян. Теперь и там проблемы с ВНЖ. Уже несколько недель россиянам без ВНЖ очень трудно добиться открытия местного банковского счета. Если же получается дойти до этапа открытия, минимальная цена составляет полторы тысячи евро. Также уже около недели при подаче на ВНЖ по воссоединению семьи требует больше документов, заверенных у нотариуса. У владельцев ВНЖ тоже проблемы в банках запрашивают доказательства реальной деятельности. В качестве доказательства подходит договор с черногорскими компаниями. Возможно, придется из Черногории ехать в Египет. Турция продолжает увеличивать рейсы из России. Туркиш-Айрланд с 5 июня начнет летать из Казани в Бадрум, что следует из расписания Казанского аэропорта. Чартеры будут выполняться по понедельникам, средам и субботам. Билеты продаются в составе турпакетов и на агрегаторах от 44 тысяч рублей в одну сторону. В летнем расписании авиакомпания продолжит ежедневно летать из Казани в Стамбул и Анталию. А с 4 июня, не с 27 мая, как планировалось изначально, запустит рейсы в Даламан. По вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. А также Ютейр со 2 июня запускает прямой рейс из Тюмени в Бадрум. Полеты будут выполняться каждую неделю по пятницам. Билеты в одну сторону от 20 тысяч рублей. Таким образом, получается, что пока все отказываются от российских туристов, Турция, в свою очередь, планирует им заработать. Иначе я не могу объяснить стоимость билета из Тюмени в Бадрум 20 тысяч рублей. И последняя новость на сегодня. Мишусин подписал постановление 30 марта 2023 года о том, что проживающие за рубежом россияне теперь могут получать пенсии и иные выплаты в рублях на банковские счета, открытые в России или за границей. Любопытно, как они это себе представляют, учитывая, что свифтить все сложнее. Как вам новости недели? Напишите об этом в комментариях. А пока подпишитесь на канал, чтобы не пропустить полезное видео. Нажимайте колокольчики и ставьте лайки. Обратная связь в комментариях и через почту, указанную под видео. При желании вы всегда можете воспользоваться функцией Суперспасибо, чтобы поддержать наш канал. Обняли-подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока! Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok